А-а-а! Слышали про агрессивного волка? Это я! Грули! Сэм хай! С вами Юджин и сегодня мы с вами в полнейшей темноте. Что происходит? Где мы? Как мы? Почему? Почему ничего не видно? Включаем. Мы играем с вами в The Long Dark. Вот, да, мы нашли убежище после очень напряженного выпуска, который был в прошлом выпуске. Там нас чуть не поимели раза два. Моя память так устроена, она стирает ужасные события. Наша задача по-прежнему найти грузовик с медикаментами. Где грузовик? Я не представляю. Однако у меня большая проблема с калориями. Нет, вот здесь вот есть 500 и получается еще осталось 450 персиков. Калории в персиков. Если бы у меня осталось 450 персиков, я бы открыл овощную палатку. Продавал бы там персики. Ведь я не знаю отличия овощей от фруктов. Настало утро, мы зарегенились на половину. А этого нам достаточно, чтобы пойти дальше в этот суровый мир и найти этот чертов грузовик. Так, смотрим. Все здесь спокойно. Здесь есть ножовка, кстати говоря, нам это нужно. Точильня и патрончики. И еще газировка. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. У нас есть, в принципе, на что положиться. Во-первых, на наш скилл, конечно же. Потому что Евгений в ответственный момент смог подпрять все свои навыки и одолеть звериную тварь, которая пыталась меня грохнуть. Нет! Куда он побежал? Ты же не заберешься сюда. Или заберется? Как же здесь много волчар. Кошмар какой. Давайте просто уйдем отсюда. Я знаю, что нужно делать. Пока он не пришел сюда, нужно зайти в убежище, чтобы он меня потерял. Кстати, лестница вверх. Это надо зайти туда будет. Кажется, опасность миновала. Пойдемте наверх тогда. Это хорошая идея, кстати. Почему я не увидел это место сразу? Здесь надо будет подняться и осмотреть местность. Хотя бы немного. Вон дорога идет. Значит, нам в ту сторону. Как здесь много волков! Кошмар! Так, здесь есть ящичек. О, шарфик. Ну вот, хотя бы немножечко как-то стало теплее. Я вижу какое-то ущелье. Возможно, там будет труп или пещера. С тайничком. Смотрите, карта появилась. Что это? Слухи черного камня. Тоска от черного камня. Найди. Что? Погодите, погодите. Тюремный грузовик здесь? Я иду вообще не в ту сторону. Откуда я пришел? Вот тюрьма. Таким образом я оказался здесь? Я так много прошел. То есть, вы хотите сказать, что сюда. Сюда. Так, окей, сюда это хорошо. Я все понял. Но как мне пройти через этих волков? Теплее мне не становится. Смотрите, записка. Подозрительный человек. Внимание служащим и персоналу. Мы получаем все больше сообщений о подозрительном человеке, который бродит по долине. В целях безопасности просим указывать время и место, где он был замечен. По последним данным, на его пути находится старая каменная хижина на озере к востоку от черного камня. Окей, это наш новый квест, который мы проигнорируем, возможно. Нет, не факт, не факт, не факт. Смотрите, ткань и у нас... Кто-то шуршит! Шуршит? Кто? Никого. В ужасах прям. Это кто это? Это такие характерные шаги. Это не волк, это человек. Смотрите, их тут четверо. А у меня только камень есть. И то он только хорош для интеллигентного общения. Здравствуй, камень. Замечательной погодки не находишь? Ты что, тупой, Евгений? А что такое? Минус 20 по ощущению. Давай иди молча, пока не сдох. Простите. Напрягаем воображение. Вот, мы представили костер. Главное, представлять костер. Вот так, когда красный, мы его плохо представляем еще. Воображение слабо работает. Но потом, мы такие... Я как-то не вижу этот костер здесь. Это неправдоподобно. А вот здесь вполне себе. Ставим. Пофигу, используем горючее. Я думаю, стоит приготовить свежую банку персиков. Костер сдохнет через 5 минут. А нам нужно немножечко его как-то... Ого, 10 книг у нас. Немножечко, да, подразжечь. 11 минут будет готовиться. Чтобы время быстро начало идти, нужно резко постареть. Ну что там? А, как время быстро летит. Уже готово, да почти пригорело. Еще пару книг, и давайте сразу туда кинем немножечко палок. Вот, 15 минут. Теперь мы такие ждем час. Час как быстро прошел. Полностью согрелись. Возьмем факел. И пойдем, он будет нас дальше греть. Ах, чувствую себя прекрасно. С легкостью обошел этих волчар позорных. Вообще никаких проблем. О, теперь куда мне, налево или направо? Направо как-то в горку, отстой полный. А из этой стороны дует ветер. И туда очень нелегко идти. Погодите, давайте разломаем багажник. Посмотрим, может, что-нибудь полезненько найдем. Главное, чтобы мне мой факел не задуло. Водичка, водичка. Он задул мне факел. Слышите? Волк. Ой, толпа волков. Смотрите, шкала. Он так идет ко мне, как будто он гаишник. Здравия желаю, офицер волчара. Пожалуйста, ваши документы. Хорошо, офицер, конечно, сейчас. Куда это волки побежали? И смотрите, шкала убралась. И смотрите, записка. Заголовок размытый и нечитаемый. Рады сообщить, что ваша статья Столкновение черных дыр и новая архитектура для космологии темной энергии принята для оценки и потенциальной публикации в Canadian Physics Review. По мере рассмотрения мы свяжемся с вами, если возникнут какие-либо вопросы. С уважением, Б. Танков, главный редактор. Хорошо, найден предмет, записка. Видимо, не знаю, вроде ни о чем. Просто что-то для чего-то. А вот это что такое? В регионе появился агрессивный волк. А это что тогда? Не агрессивные волки? Минус 21. Да что за погода здесь такая? Слушай, ну нам нужно сюда идти. А, мы можем разжечь факел. Он еще действенный. От-то согреваюсь я. Возможно, потому что я просто за стенкой стою. Значит, смотрите, можно пойти вот сюда. А, нет, нифига. Нам нужно вот сюда. Мне кажется, если мы туда пойдем, то мы найдем, скорее всего, сотрудника дохлого. Ой, лучше бы дохлого. Мы с Астрид уже намучились таскать этих людей. Мы троих тащили через всю карту. Это было просто невыносимо. Давайте ускоримся. Нет! Нет! Обратно в машину! Слышите? Слышите? Кыш! Слышали про агрессивного волка? Это я! Пошел ты, пошел! Я их отпугиваю чисто так своим авторитетом! Есть! Ух! У меня уже проверили права. Все, уходи! Чуть-чуть посидим. И сейчас они уйдут. О! Зассали все хором! Прекрасно! Смотрите, вон они! Блин, не понимаю, это что, триггер такой? Они все на исходную возвращаются? Давайте попробуем забраться сюда сейчас. Как же мне хреновато тут! Погодите, это же пруд замерзший! Вы понимаете, что это значит? Тимофеевка луговая! Тимофеевка! Нету! В смысле? Пф! Игра, блин, мы же договорились. Если замерзший пруд, то обязательно растет Тимофеевка. Так, стычка с волком для меня просто смертельной будет сейчас. Вот, давайте здесь сядем, согреемся. О, у нас нету топлива. Ладно, так разожжем. Я и так умею разжигать. В смысле? Он просто забил? Готи, всего лишь минус шесть. Я даже немножко согрелся. Видимо, не знаю, натираете палки. Пытаясь разогреть огонь. Да сволочь! Маккейзи, я разделяю твое негодование, честно. Что за хрень происходит? Быстро! Да всем богам, клянусь, я уничтожу тебя, костер! Так, я тут же делал принципа. Я не буду использовать топливо. Я разожгу так. Ты мне, гад, будешь гореть сейчас. Ну, пожалуйста, давай, есть! Фух, что, что, костер? Да какой, какой... А, давайте зажжем. Хорошо, блин. Типа нельзя активировать костер, пока у тебя эта палка сраная в руках. Давайте добавим этот факел туда. Добавили. Смотрите, как стало светло и красиво. Я думаю, нужно подождать часик. Мне, конечно, очень не нравится, что у меня все равно хп-то отнимается, потому что еды нет. Вот последнюю я выпил. Смотрите, друзья, я сижу просто на месте, а у меня риск растяжения. А как я сейчас сижу? Окей, берем факел. А что за хрень? А что это за каньон такой внезапный? Ух ты ж, блин! Мы в какую-то говнину пришли. Нам вот сюда нужно. Вот туда нам надо. Хорошо, а что по волкам у нас? Вон ходит. Он вроде бы остановился, а нет, вот пошел. Но он не должен меня видеть с такого расстояния. Это научный факт. Все волки видят только вблизи. Тихо. Зассал. Нет, он увидел меня. Услышал меня. Испугался меня. Это дом многообещающий. Здесь, во-первых, гвоздодер. Во-вторых, есть ящик. Так, пожалуйста, еды. Ну, блин. Слушайте, а волки-то свалили? И машина здесь есть. Это же просто прекрасно. И обыскать ящик для угля. Там мы найдем уголь и всякое, да, классное. Что это? Что за чемодан? В чемодане свитер. Прекрасно. Сейчас наладится. Да, все наладится. Боже мой, хорошо. Давайте быстрее съедим. А, у нас их две оказывается. Неоткуда? Не знаю, я думал, что у меня нет ничего. Еще и в бардачке по-любому что-нибудь будет. Пулька. Ключ от тюремного шкафчика номер 3. Ну, вообще прекрасно. Теперь у нас есть свитер классный. Носить. Получше есть? Носить. Все, выходим. Жизнь налаживается, ребят. Все прекрасно. Я уже говорю голосом Маккензи. Еще банка с порохом. Штаны рабочие. Ой, дерьма, кусок. Смотрите, своих зовет. Одному-то слабо, да? Один на один со мной. Мне тоже слабо одному. Все, ждем здесь. Все, убежал. Выходим. Главное услышать, как он скулит. Топор! Прекрасно. Вы знаете, странно, что в этой игре нельзя использовать топор. Вот прям вот здесь вот так. Держать его в руках, чтобы отбиваться от животных. О, старовечащий мох. Иди ко мне в карман. Я сделаю себе классные повязки. Смотрите, это же... Кролик. Сломанное. Чего он сломан? Я спроси. Он заморожен. Ладно, хрен с ним. Не могу ничего использовать. Я так понимаю, нам нужно забраться наверх. Слухи. Да почему мы идем все время к какому-то челу? Ладно, пойдемте. Видимо, выбора нету. Ну, манит меня к нему, я не знаю. Может, это астрит. Давайте посмотрим вниз. Я отсюда его не вижу. А туда спускаться просто охренею. Я все тепло и зарасходую. Слушайте, ну... Извините. А хотя, что если бы я там был на дне ущелья? Я бы хотел, чтобы какой-нибудь Маккензи за мной спустился. Вперед, Маккензи. Вдруг он жив. Или вдруг он мертв, и у него много лута. Так или иначе, ты кайфанешь. Но только если его не нужно будет нести. Если нужно будет нести, уходи, разворачивайся. Окей, я спустился, и что? Чувствуйте, как я стал идти более медленно, неуклюже. А потому что я начинаю набивать себя. О, 39 уже. Старый, добрый, напитанный Маккензи. Опа, Тимофеевка, наконец-таки. Конечно же, мы сюда не зря спустились. Видите, игра награждает нас. Награждает нас тем, что мы так любим. Я все 7 лет питаюсь Тимофеевкой в этой игре. Я уже превратился в отдельный вид человека, который питается только этим. Я взрослый человек. Я знаю, чего хочу от жизни. И я хочу собирать Тимофеевку уговорю. Больше мне ничего не надо. Мы идем к мужику-то дохлому. Предположительно дохлому. Он сейчас спросит, а Евгений, откуда ты знаешь? Что он был мертв, если не ты его убил? А? Это было просто предположение. Знаете, давайте я лучше покажу вам свои документы. Я вижу его. Вон он. Предположительно спит. Так, Евгений, откуда вы знаете, что он спит? А? Документы показать? Ну, показывайте. Ой, геморрой было к тебе идти. Смотрите, он просил на чай, но ему что-то никто ничего не дал. Но только не я. На, возьми, дружище. Смотрите, он такой, как будто бы с сигарой. А, какая прекрасная кубинская сигара, Евгений. Не хотите ли со мной отведать? Отведай вот этого. Опа, смотрите, у него же лагерь здесь. И у него здесь лук, стрелы. А самое крутое, это рюкзак. Еще наконечник стрелы. И еще... Блин, как классно. Дровишки здесь. Давайте разжигать костер. Разжечь. Налаживается, чувствуете? Все налаживается. Однако мы уже настолько перевешаны, что мы даже бежать не можем. Это плохо. Но то, что у нас есть лук, это прекрасно. Что я предлагаю? Давайте зажремся Тимофеевкой. Нет, 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 давайте подумаем, чем нам стоит зажраться. Зажраться с умом нужно, как говорится. 15 штук Тимофеевки, которые по 150 калорий каждая. Всего лишь 750 грамм весят. А вот это... А, ну здесь, конечно, да, они весят гораздо меньше. Нет, давайте жрать ее. В общем, я сожрал почти всю Тимофеевку, оставил одну про запас. Это не дело. Давайте не будем повторять старых ошибок. Тут есть что-то, что мы вообще не используем. Например, вот это. Бросить. Слишком много наборов для шитья. Бросить. Двух пал недостаточно будет. Если что, вернемся сюда потом. Зачем нам столько стаканов? А также можно выбросить книги, палки. Ну вот уже куда не шло. В целом мы даже не можем, да, пройти. Не, погодите, мы можем выйти вот здесь. Сто пудов тут можно будет забраться. А почему до сих пор этот мужик у нас показывается на карте? Мы что, с ним ничего не сделали? А, мы его не обыскали. Ключ от сейфа и записка. На этот раз что-то стоящее. Цены растут. Нужно проверить, нет ли золотого песка вниз по течению того ручья. Солнце растопило тонкий лед? Красное золото или что получше? Проверим. А, пошел золото искать. А ну ты его изгубила. Мы бы могли сделать убежище снежное, но я только что сжег все палки. Идиот. Как же мне спать? Хреново. Окей, ладно, давайте возьмем факел и пойдем отсюда. О, блин. Так. Охренеть, откуда оно здесь делось? Кто же так делает, а? Смотрите, палки, давайте соберем побольше. Мы бы сейчас убежище себе сделаем. О, нет. Мне нельзя с ним сражаться. Как это использовать? Дальше-то что? Бросить? Ага, засало. Он очень испугался. Блин, ты где же оно? Я не слышу, я, точнее, я вижу, я не слышу. Я слышу, точнее, но не вижу. Вот, так, нужен фонарь. Вот, все, валим отсюда. Вот здесь волк помешкался и побежал туда-обратно. Какого хрена он вообще делает в ущелье? У него тоже золотая лихорадка, видимо. Нет. Нет. Тупик, друзья. Все, это кранты мне. У меня идея. А идея следующая. Готовить кофе. И еще кофе. Сразу две чашки выпью. Думаю, нужно питься кофе как следует. Выпить это. Готово? Тоже. Выпить это. Все, понеслась. Посмотрите, как мы начинаем не уставать более. Ставься. Ставься. Где ты, волк? Вон он. Есть. 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 Евгений знал, что это ответственный момент. Мясо. Мясо, 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 мясо. Да. Топором рубить. 30 минут. Собрать. Вот это напряженка. Бежим обратно. Сейчас столько еды себе сделаем. Просто велись, чем будет. Так, пока живем. 30 минут. А мы будем готовить сейчас. Хоп, мясо. Ох. Пошел запах. Чувствуйте? Стоп, 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 стоп. Нам нельзя это жрать. Волчье мясо же паразиты. Я уже губу раскатал. Тогда давайте убираем. И лучше приготовим еще кофе себе. Дохлый, ты здесь, ты здесь. А что если снять с него шкуру? Я не могу снять с него шкуру, кстати говоря. А что это я не могу с него шкуру? Не, погодите. Вот шкура. Волчья шкура. Я могу ее взять. Мы будем это 45 минут фигачить. Давайте возьмем. Мы потеряем немножко в тепле. Зато эта шкура нам поможет однажды. Беги, Женек, беги. А, наконец-то выбирайся из этого ущелья долбаного. Но мы не зря сюда спустились. Во-первых, мы нашли чувака. Выполнили квест, значит. Во-вторых, мы нашли лук. Убили волка. Прекрасный день. Теперь нам нужно попасть вот сюда. Я вообще не понимаю, куда мне нужно идти. Откуда я пришел? Слушайте, а это хорошая мысль у меня появилась. Если мы встанем вот здесь, можем сделать убежище? Оно здесь не встает. Надо обязательно где-то, где есть защита от ветра. Смотрите, смотрите, вот. Есть. Создание 45 минут. Делаем. А, стоп! Я же на холоде стою, мать моя. Тихо. Давайте с помощью пороха разожжем. Мне пофигу. Боже мой. Как так? Как я? Как я это забыл? Забыл Евгению. Ну, бывает иногда. С кем не случается. Добавить топливо 3 часа. Все, мы отогреваемся. И больше не шатаемся вроде как. О, боже мой. Как опасно все это было сейчас. Давай, где-то же ставилось только что. Смотрите. Есть. Все, 45 минут можно делать. И мы не сдохнем. Не шатайся, не шатайся, Маккензи. Что-то начало нас пошатывать. Добавить. 4, 47. Да, нормально. А, стоп! Не упади в ущелье. Стой, заходи. Заходи. О, боже мой, ну и день. Итак, отдых. 4 часа. Смотрите, как всрато там на улице. Ну его в жопу, я спать. 2 часика поспим, не сдохнем. Пожалуйста, не сдохни. Как долго ты просыпаешься, боже мой, Маккензи. Все, выходим. 20 минут мы будем разбирать. И потратим тепло. Драгоценное. Учитывая, что минус 28 сейчас. Ладно, это всего 5 тканей и 15 палок. Мы их по пути соберем. Лучше оставим это убежище здесь, потому что мало ли мы захотим вернуться. Главная задача это просто не напороться на волков. Как думаете, я смогу забраться вот на этот холмик? Я не могу забраться. Окей, надо просто идти вниз. Присели. И вот здесь могут сейчас начаться проблемы. Что это такое? Это ловушка? Нет. Это просто цветочек. Бывший. Я бывший цветочек. Но больше не зовите меня цвести и радовать глаз на 8 марта. Ведь я завязал. Мне кажется, или я коцуюсь? Я коцуюсь, блин. Снова я замерз. Вот здесь станем. Мне кажется, за эту походку я рекордное количество костров зажег. Я готовлюсь побить этот рекорд. И вот он снова это делает. Он ставит новый костер. И он это сделал снова. Молодчина. Теперь ему нужно добавить срочно немножко кедровых дров. Что по воде? 97 литров. Точнее, миллилитров. Я думаю, надо приготовить воду. Вода готова. Зачем я пью? Стоп. Черт. Я взял и зачем-то начал пить. В итоге слил просто. Окей, готовить заново. Вода готова, только не пей ее, а просто возьми. Молодец. Кофе. Пить. Окей, берем факел. Как бы не хотелось ускориться, придется ползти все-таки. Потому что вон там волк. А нам как раз таки нужно в эту сторону. Вот здесь нужно будет пройти вдоль дороги. Не проходит и дня, чтобы я не собрал грибов на два пня. Смотри, Петька, грибов на два пня набрал. Ну ты молодец, конечно, Ванька. Только вот я не помню, чтобы мы с тобой на ты переходили. Да ладно тебе, Ванька. Я ненавижу тебя. О, а как же грибы. Запихни их себе, в жизнь налаживается. Кажется, я могу идти теперь. Погоди. Как так получилось всех родно, что я тоже заскулил. Смотрите, туда можно пойти. Но это не туда, куда надо. А можно пойти сюда. И это куда надо. Пока он не вернулся, побежали. Смотрите, это то самое ущелье. Вон там лежит этот чувак. Его, правда, отсюда не видно. Зато видно волка. Вон говнина лежит. Вне машины. Прекрасно. А вот здесь, скорее всего, грузовик съехал в кювет, да? Я вижу рюкзак. Похоже, кто-то здесь был. Да, я вижу. Кто-то здесь был. И вот его следы. Смотрите, он продолжает оставлять эти следы. Он до сих пор здесь. Ублюдок, где ты? А это же я. А что, машина? Факел. Прекрасно. И еще сигнальная ракета. Хорошо, можно убирать туда лук. Нам есть чем отпугивать волков. Опа, перчаточки. Перчаточки, ну как? Насколько они хороши? Молное говно. Окей, потом соберем их на ткань. Мы осмотрели все. Теперь я видел там кровавый след. Фук. Что делать? Использовать лук или использовать факел? Давайте посчитаем волков. Сколько волков вы видите? Один, два, три, четыре. А значит, будем использовать красный флеер. Или нам удастся обойти их? Куда они идут? Они тоже идут по кровавому следу. Но не в ту сторону идете. Кстати говоря, ведь эти волки, они, видите, как собаки больше выглядят. Такие все короткошерстные, драненькие. И вот они-то как раз-таки не собираются в стаю, которая еще шкалой сопровождается. В разумной стае волков гораздо красивее волки. Смотрите, сколько деревьев тут просто снесли. Судя по всему, грузовик ехал. О, боже мой. Будь на проход. Стой. Так, я на дерево забрался. Оп, на другое дерево. Так, спускаемся, нам не получится здесь отсидеться. Кровавый след, я вижу. Один только бежит. Только один увязался. О, тут второй. Ты зачем ешь бедного юношу, а? Отойди быстро. Молодец. Медикаменты для тюремного чувака. Nothing stuff. Окей, прекрасно. Все, я пошел к тебе домой. Я пошел к себе домой. Быстрее, давайте посмотрим, что здесь есть. Это что такое? Кровать. О, можно спать здесь. Но не стоит, не стоит, я думаю. Он зашел за мной. А Женя выйдет погулять? Женя выйдет попугать. Блин. Он не испугался. Стой. Так, топором. Топором. Есть. Вот мразота. Какая же ты гнида. Вывих лодыжки мне сделал. Не побоялся меня, прикиньте. Не то что меня, ладно, уж меня. Факела не побоялся. Мне надо валить отсюда. Делаем ноги. Я бы с удовольствием сейчас использовал медикаменты, которые только что нашел. Но они не для меня. Они для человека, которого мы даже не знаем. К чему это благородство Маккензи? Осторожно, осторожно. Теперь мне будет только вернуться в тюрьму, которая охренеть как далеко. Быстрее, быстрее, быстрее внутрь. Ох. А в машину можно с этим садиться? Кажется, мы можем выходить. Отлично. Мне не нравится, что он за мной идет. У меня есть идея. Мы сейчас дойдем до того места, где была еще одна машина. О, боже мой. Мой флеер заканчивается. Все, волк отстал от нас. Слушайте, ну раз волк за мной перестал идти, давайте не будем никуда идти к той машине. Просто где-нибудь здесь встанем, где тепло. Да что ж вы так пугаете меня? Все, быстро в машину. Пожалуйста, бойся меня, спасибо. О, боже мой, привет. Нет, я уже начинаю коцаться. Ага, будь ты проклят огонь. Разжигайся. Есть. Два часа будет костер гореть. Мы можем зайти в машину и поспать. У нас все равно греет костер, прекрасно. Два часа поспать. О, боже мой. Что, горит? Костер еще горит быстрее. Давай, разжечь. Что ж, давайте сядем в машину и решим, что делать дальше. Дальше, я думаю, мы закончим с вами этот эпизод и продолжим в следующий раз. Я очень надеюсь, что вам понравилось, друзья. Если так, если вам прям зашло, то обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети, ссылки будут на них в описании. Ну а с вами был Юджин. И всем пять!